6 мая Православная Церковь почитает память Георгия Победоносца. В народе эта дата получила название Егорьев день. 6 мая проводили обряд первого выгона скота, а люди купались в росе, собирали целебные травы, жгли костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы. Называли эту дату по-разному. Или Юрьев день, или Егорий Вешний, или Егорьев день. Вообще, Юрьев день – это праздник пастухов. Их в поле кормили мирской и аишницей и одаривали подарками. У южных славяна Юрьев день вместе с Дмитриевым 8 ноября делили год на два полугодия – Юрьевское и Дмитровское. У восточных славян Егорьев день – это главный скотоводческий праздник в году. В это время впервые выгоняли скот на пастбище. У южных славян и в Карпатах в эту дату проводили ритуальное доение овец, делали первый замер молока. Овцу, предназначенную для первого доения, украшали венком из цветов и трав. На котел, в который ее доили, вешали отдельный венок. В Юрьев день проводили много магических обрядов, защищающих скотину от волков, сглазы, нечистой силы, укусов насекомых, а также направленных на плодовитость и благополучие животных в период летнего выпаса. В Белоруссии, на Украине и в Болгарии крестьяне выходили в поле осмотреть посевы. Иногда приглашали священнослужителей, проводивших молебны и освещавших землю. Хозяева с утра обходили принадлежащие им участки земли, устраивали в поле трапезу. Остатки пищи после трапезы закапывали в землю. Чтобы увеличить урожайность посевов и защитить их от засухи и от града, хозяева кувыркались по земле. Для защиты земли от непогоды в поле втыкали ветки, освещенные в церкви на вербное воскресенье. Чтобы у коров было больше молока, в некоторых областях их выводили на зеленеющие поля злаковых культур. Также было принято окликать молодоженов. С этой целью молодежные группы ходили по домам тех пар, которые поженились менее года назад, окликали их по имени-отчеству, исполняли для них венчальные песни. Молодежь за окликания от супружеской четы получала угощения и подарки. На западнорусских территориях и на востоке Белоруссии сжигли большие общесельские костры. У южных славян юрьев день считался началом полугодия, которое продолжалось до Дмитриева дня, до 8 ноября, как я уже сказала. С юрьев дня отменялись многие запреты на еду. Можно было есть молодое мясо, зелень, молочные продукты, молодые овощи. Первое надойное молоко раздавали соседям, чтобы помянуть души умерших предков. Георгия Победоносца, покровителя этого дня, считали защитником полей, земных плодов и домашнего скота. Ему молились о хорошем урожае, а также о защите животных от болезней, ведьм и других напастей. А вот такие приметы существовали на 6 мая. Если на Егория тепло, то лето не за горами. В этот день нельзя ничего вязать и даже брать в руки шерстяные изделия, иначе волки всех овец перегрызут. Ругаться и кричать на Юрия нельзя, а то грозой убьет. Сильный дождь идет, много травы вырастет. Если на Егория луна находится в стадии роста, дует порывистый ветер и пасмурно, то такая погода продержится еще достаточно долго. Вот такие традиции были у наших предков на 6 мая. Расскажите, проводите ли вы как-то по-особенному 6 мая, Юрьев день?